Всем привет! Чем вам запомнилась эта неделя? Подождите, подождите, такого вопроса даже не должно быть. Конечно же, это новый бомбический iPhone. Презентация была несколько дней назад, но страсти по iPhone только разгораются в интернете. Внешний вид смартфона на 99% был слит в рендерах и утечках, но мы все равно следили за трансляцией как зомбированные. В чем же дело? Во-первых, интрига разрушилась, когда представили iPhone 8. На самом деле, это такой iPhone 7, только с крутым железом и несколькими программными нововведениями. Во-вторых, настоящей звездой вечера стал iPhone X. Вот уж где появилось что-то новенькое. И с самого интересного тут введение новой системы защиты данных с помощью распознавания лиц или Face ID. Здесь возникает несколько вопросов от самых уязвимых категорий пользователей. Значит ли это, что теперь, пока муж спит, жена может просто отсканировать его лицо и тем самым разблокировать iPhone? Или если вы с утра проснулись опухшим, смартфон вас просто банально не признал? Что делать? У разработчиков есть ответ. Face ID построен на базе машинного обучения, то есть чем больше вы будете запускать эту функцию, тем лучше она будет работать в будущем. Говорят, что она настолько чувствительна, что способна распознать все изменения, связанные с вашей внешностью, в том числе возрастные. Что уж говорить, пермаскарадный парик, шляпу или очки. Забавно, но во время демонстрации вице-президент Apple Крейг Федерини не сразу смог разблокировать iPhone по Face ID. Ах, попробуй, не получилось, ого-го. Ну, давайте перейдем в резервный режим. Вдобавок мы видели, как срывается разблокировка по лицу у Samsung, поэтому ждем новый iPhone, чтобы протестировать в наших хитрых условиях. Apple продолжает грабить своих фанатов, поэтому цены как на гаджеты, так и на аксессуары для них продолжают расти. Например, за iPhone X в комплектации 256 гигабайт просят почти 100 тысяч рублей. Прибавьте к этому еще чехольчик за 5 тысяч рублей, беспроводные наушники за 11. Мы влетаем в копеечку. Ну, а если вы чихать хотели на iPhone, вот вам новость про импортозамещение. Ровно в день презентации Apple премьер-министру Дмитрию Медведеву подарили российский смартфон. Хотя, как мы помним, iPhone ему больше по душе. Смартфон Inui R7 — это первый смартфон под управлением операционной системы Sailfish Rus. Он предназначен для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти. Стоимость его почти 12 тысяч рублей. При этом характеристики устройства на сегодняшний день не выдерживают никакой критики. По-моему, ему все равно хочется iPhone. Сбербанк переполошил всех своих клиентов тем, что в официальном приложении их дебетовые карты стали отображаться как овердрафтные. Что же это значит? Это значит, что каждый раз, когда ваш баланс уходит в минус, банк предоставляет вам небольшой кредит, за который вам потом придется выплачивать процент. Потом Сбер официально заявил, что волноваться не стоит, и вы не сможете потратить больше денег, чем лежит у вас на счете. Вроде можно расслабиться, но не усыпляйте свою бдительность. Ничего из полезного не забудьте обновить свое приложение WhatsApp. Там прилетело много хороших функций. Например, режим картинка в картинке. Когда вы закрываете мессенджер, окно в видеозвонках все равно остается на экране. И статус пользователя тоже стал интереснее. Вы можете менять шрифты, цвета и многое другое. Вот такие новости были на этой неделе. А что запомнилось вам? Напишите нам об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok